добрый день друзья приветствую вас на своем канале сегодня буду обслуживать ступень scuba pro mk25 надо честно сказать что до этого никогда ни разу я не сталкивался с этими ступенями в плане обслуживания сегодня будет в принципе первый раз поэтому чтобы не налажать видео предварительно я ее уже разобрал обслужил и собрал сейчас буду показывать только последовательность действий как это делать в интернете есть ролики уже по обслуживанию вернее по разборке сборки не совсем соответствует действительности если брать мою ступень конкретно мою модель mk25 есть небольшая разница видимо в конструкции с этих первых ступеней были произведены какие-то изменения со временем вот поэтому решил снять свой ролик показать как обслуживать конкретно вот такую ступень что нам потребуется в первую очередь нам потребуется достаточно специфичные шестигранники это дюймовые шестигранники размером 7 32 дюйма 3 16 дюйма 5 32 дюйма метрический шестигранник на 6 миллиметров ключ или головка на 22 миллиметра экстрактор ключ для круглых гаек отвертка я вот использую пластиковый маркер в качестве инструмента для разборки и сборки непосредственно клапанной группы да ну соответственно кислородная смазка манометр для проверки и установки промежуточного давления ну вот и да ремкомплект специальный ремкомплект для mk25 от scuba pro вот собственно все так начнем разборку приступаем удаляем колпачок надо снять вот эту пластиковую крышку снимаю с помощью отвертки откручиваем дин разъем чтобы открутить понадобится шестигранник 5 30 вторых извлекаем фильтр пружинку далее нам понадобится шестигранник 6 границ на 6 миллиметров значит извлекаем у ринг еще один ринг так 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 то есть Industrот ее разобрали дальше опять шестигранник на 5 32х крученые держатель и откручиваем поворотную той сначала открываем заглушку пятого порта после чего берем шестигранник на 7,32 обратите внимание, тут вращать надо в противоположную сторону откручивание происходит в противоположную сторону получается, что откручиваю я по часовой стрелке уплотнительный рик поворотные турели сняли теперь опять используя держатель вкручиваем его в порт высокого давления и ключом для круглого гаев откручиваем корпус, раскручиваем корпус регулятора открываем у нас пружина внутри пластиковое колечко собственно, сам поршень так, поршень у нас имеет разборную конструкцию поэтому разбираем его ничего сложного здесь нет все разбирается руками ну, разве что вот этот оринг удобнее поддеть так и осталось у нас пожалуй самая интересная часть это клапан вот здесь нам понадобится либо ключ на 22 но у меня его нет к сожалению, под рукой взял головку на 22 и через переходничок откручиваем шестиграничком на 5,32 покручиваем поршень вот здесь у нас поддельник регулировочный или болтик не знаю, как его правильно назвать вот, шестиграничком извлекаем поршень вот в такой последовательности деталек раскладываем чтобы потом было проще собрать уинг так 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 пластиковым инструментом чтобы ничего не поцарапать я вот использую стержень чтобы извлечь все детали так ну вот вроде как бы и все разобрали а теперь что? да торинг еще снимем теперь все это в чистку и все запчасти, которые у нас есть в ремкомплекте все оринги пластиковые детальки да, в том числе и вот сам клапан все идет под замену да и так приступим к сборке то есть все оринги то есть все оринги я заменил смазал все оринги осталось только собрать регулятор заново так с чего начнем давайте начнем давайте начнем давайте начнем в обратном порядке так как собрать узел штока поршня то есть смотрите у нас есть три детальки одна пластмассовая деталька без каких-либо выступов оринг и одна пластмассовая деталька с выступом схему я покажу берем шестигранник например подходящего размера и собираем детали в том порядке в обратном порядке которые они будут вставлены то есть смотрите так так и так выступ у нас вот находится здесь после этого все аккуратненько помещаем сюда вот для этого я использую как раз пластиковый маркер подходящего диаметра так все встало далее пужинка уплотнительное кольцо то которое большего диаметра одеваем ринг на поршень шинек клапана так какой стороной смотрите с одной стороны у нас выемка большого диаметра с другой стороны на маленького диаметра с таким как бы крестообразным пересечением значит так как у нас сюда упирается штук поршня то это идет вот так то есть выемка маленького диаметра вверх в нее мы кладем такой тарельчатый клапан ну это не клапан прокладка такая далее так неверно шестигранник наружу сразу взять шестигранник и вот таким способом пластиковая прокладка и заворачиваем если у вас есть динаметрический ключ очень рекомендую использовать усилие для затягивания этой крышечки полтора килограмма по мануалу мануал я выложу отдельной ссылочкой чтобы можно было в случае чего посмотреть что и как думаю полтора килограмма я сделал далее корр viacet пять ahora мы Так, и затягиваем. Здесь усилие всего 800 грамм. Так, собираем поршень. Так, аккуратно. Вставляем пластиковое кольцо, пружину и, собственно, сам поршень. Заворачиваем. Так. Далее собираем вот этот узел. Так. 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 Так, все, вот он встал, нет, еще не до конца встал. Да, все хорошо, уринг вставляем сюда. И прикручиваем. О, забыли одну очень важную детальку. Смотрите, на этой детали есть вот такой вот пластиковый выступ, вот, чтобы лучше видно, вот он. Да, то есть есть вот два по бокам, и с одной стороны есть, с другой нет. Вот этот выступ должен быть вот здесь вот в верхней части у нас. Вот, он крепит вот эту пластиковую крышку потом. Ну, не крепит, фиксирует в одном положении. Так, вот здесь вот с шестигранником на шесть самое большое усилие у нас. Так, стоп. Давайте еще раз проверим, не слетел ли уринг. Нет, не слетел. Чтобы не слетал, наверное, вот в таком положении лучше собирать. Тогда он точно не упадет внутрь, и мы его не закусим при сборке. Так, здесь усилие на затяг самой большой при сборке этого регулятора, где-то 3 кило. Ну и дальше собираем этот узел. Так, у нас фильтр. Пружинка. Новый о-ринг. И закручиваем. Здесь самое маленькое усилие, всего 400 грамм. Так. Осталось поставить на место крышечку пятого порта на поворотной турели и произвести испытание, посмотреть наше установочное давление. Эту крышку я не ставлю, потому что вот этим шестигранником мы можем регулировать величину нашего промежуточного давления. Собственно, процесс происходит точно так же, как и со всеми регуляторами Apex или Aqualung, то есть ни у кого регулируется. Единственное, что это поршневые, конечно, регулятор не мембранный, но, собственно, то же самое. Сейчас соберем, подсоединим, посмотрим, если нуждается в регулировке, подрегулируем. Так, собрали шланги, все подсоединили, открываем, смотрим. Так, надеюсь, вот так вот видно, установочное, случилось где-то порядка 12, нет, 11 единиц, да, 11 атмосфер. Сейчас будем регулировать. Закручиваем. Открываем, смотрим. Вот, отлично. 9. 9 с половиной. Все. Собственно, сборка и регулировка закончена. Можно вернуть пластиковую крышечку, да, защитную. Помните, я говорил, когда мы собирали вот здесь вот узел, что выступ должен находиться в этой области. Вот этот выступ в эту прорезь попадает. Так, ну и все. Друзья, на этом я прощаюсь. Спасибо, что смотрите наш канал. Подписывайтесь, пишите, какие регуляторы вы хотели бы посмотреть в обслуживании. По возможности мы будем снимать и показывать эти ролики. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.